Здравствуйте! Вы на канале Family Ease, и с вами Оксана Хмель, я практикующий психолог по вопросам отношений. И сегодня мы поговорим с вами на такую тему, как кто такая женщина пила и как ею не стать. Давайте разберемся для начала, что значит пилить в понимании женщины и в понимании мужчины. Для женщины пилить это значит, есть необходимость какая-то повторять о чем-то, о чем она уже говорила, потому что скорее всего ее не услышали, или сесть и разобраться во всем поподробнее. А с позиции мужчины пилить это значит, когда ему повторяют одно и то же много раз, и как правило это какие-то очевидные вещи, и часто он воспринимает это как критику по отношению к себе и в свой адрес. И если посмотреть, давайте признаем, что женщина не сразу начинает пилить мужчину, не в самом начале отношений, а спустя какое-то время. Происходит это потому, что в начале отношений мы все так или иначе стараемся преподнести себя в каком-то наилучшем свете, повернуться лучшими своими сторонами. Плюс у каждого из партнеров есть такой идеализированный образ партнера. И мы плюс еще пытаемся соответствовать своему собственному образу, который мы выстраиваем в начале отношений. Но спустя какое-то время все становится на свои места. Некоторые утверждают, что для этого необходимо около трех лет, но то, что я вижу в своей практике, это бывает намного раньше, когда партнеры становятся ближе к реальности, они становятся сами собой. Например, мужчина мог быть таким джентльменом, ухаживать за женщиной, делать ей знаки внимания разные, дарить цветы часто, быть вежливым, невспыльчивым. То есть стараться всячески сдерживать свою темную, так сказать, сторону. Но потом, спустя какое-то время, женщина может замечать, что вот почему-то он стал вроде как будто бы огрызаться, хамить, стал меньше проявлять внимания. И вообще что-то с ним такое произошло, как-то сильно он поменялся. И то же самое происходит с женщиной. Сначала она может всячески стараться выполнять такую идеальную роль, быть и хозяйкой, и любовницей, и красиво одеваться, ухаживать за собой, быть приветливой. Тоже точно так же, как и мужчина пытается не показывать свои какие-то неплохие, так сказать, черты характера. Но в итоге невозможно жить в таком бесконечном игрании каких-то ролей. Это вызывает большое напряжение. Так или иначе, партнеры начинают постепенно расслабляться и становиться сами собой. И на этой почве, когда они начинают показывать свой характер, возникает, как правило, много ссор. Потому что есть неудовлетворенность, и один другому об этом говорит. А взаимодействовать на эту тему есть сложность. Женщина может быть разной. Она может быть доброй, отзывчивой, милой, покладистой, но в то же время она может быть грубой, злой и жесткой. И это нормально, то есть она может быть разной. И здесь я хотела бы сделать небольшое отступление. Я читаю все ваши комментарии, которые вы оставляете под видео, под моими. И иногда некоторые из вас задают вопрос, а почему только про женщины? Почему вы разбираете ошибки, только женские, только о женщинах говорите? Дело в том, что мы сейчас разбираем самые основные запросы, которые встречаются. Но если у вас есть какие-то пожелания, чтобы были озвучены или раскрыты какие-то темы, которые интересуют вас, пишите в комментариях. Некоторые из вас уже начали писать пожелания, я очень благодарна этому и обязательно эти темы раскрою. Ну а сегодня мы говорим именно о женщине и о причинах, которые приводят ее в состояние пилы. Можно условно разделить причины, по которым женщина попадает в это состояние, на внешнее и внутреннее. И внешняя причина – это, как правило, обстоятельства, которые складываются в ее семье или в ее партнерстве. Например, женщина может быть недовольна тем, что мужчина мало уделяет ей внимания, мало с ней проводит времени. Или, например, мужчина не финансирует, недостаточно зарабатывает. Или мужчина, допустим, не хочет заботиться о детях и наравне участвовать в воспитании детей. То есть это такие бытовые вопросы, которые касаются больше всего коммуникации между партнерами и о том, чтобы донести партнеру, а партнер, чтобы услышал. И на этом фоне у женщины часто накапливается очень много злости, обид, раздражения, претензий, которые ей уже становится сложно сдержать. И она начинает разговаривать с партнером в таком немножко претензионном, претензионной манере. То есть любые просьбы, которые не выполнялись долгое время, могут уже озвучиваться как претензия, как требование, которое партнер воспринимает как критику, обороняется. Потому что любая претензия порождает встречную претензию. Важно помнить, что любые разногласия, которые возникают в паре, это повод для того, чтобы разобраться, поговорить откровенно и перейти на новый уровень в отношениях. То есть они должны служить развитию отношений, а не их разрушению. И от того, как вы будете общаться друг с другом, от этого зависит и исход этого разговора. Очень часто, когда у женщины много накоплено уже обид, претензий, раздражения в адрес невыполненных каких-то обязательств, как она считает, со стороны ее мужчины, она может уже в такой манере, допустим, говорить ему, почему ты опять это не сделал? Или сколько можно тебя просить? Или может быть, ты хоть когда-нибудь сделаешь это, услышишь меня? То есть если вы даже так со стороны послушаете, вы услышите, что здесь очень много претензий и такого нападения. В принципе, любую мысль можно по-другому подать, так, чтобы ваш партнер вас услышал. Например, можно сказать о том, чего вам хотелось бы, чтобы он делал, и сказать о том, что для вас это было бы очень ценно, вы бы это оценили. Потому что для каждого человека очень важно чувствовать ценность свою и быть оцененным. Тогда возникает желание что-то делать, идти навстречу, и даже может проявляться уже тогда инициатива со стороны мужчины. То есть тут важно разобраться с тем, как много накопилось у вас претензий, обид, и по поводу чего в адрес партнера. Здесь самостоятельно для начала разобраться, что это и по поводу чего. После этого уже из другой позиции, более спокойной, попросить партнера о том, чего бы вам хотелось. То есть чтобы это была именно просьба, а не претензия. Еще одна так называемая внешняя причина, это когда женщина считает, что у ее партнера какие-то неправильные привычки, может быть, мировоззрение или вот что-то с ним не так, ей хочется его переделать. То есть она не согласна с тем, что он такой, и у нее есть намерение повторением неоднократным одного и того же способствовать его преображению, то есть переделать его. И связано это с тем, что ей просто сложно принять те черты характера, которые есть в партнере, его какие-то особенности, возможно, взгляды на жизнь. Очень многие семьи, я знаю, ссорятся даже и спорят, иногда и разводятся на тему несовпадающих взглядов. Потому что очень сложно принять, что мой партнер может иметь какую-то другую точку зрения. И, как ни странно, у женщины причиной того, что ей сложно принять партнера и в нем какие-то качества, которые не совпадают с ее представлением, это ее собственное непринятие себя самой и собственная такая критичность, требовательность к себе и непринятие каких-то своих так называемых темных сторон. Поэтому это, можно сказать, что уже даже больше внутренняя причина, они как бы взаимосвязаны. С одной стороны, это проявления и поведенческие реакции, которые связаны именно с внутренним самоощущением женщины. И причиной, и корнем этого поведения является именно ее ощущение себя. То есть одной из первых внутренних причин недовольства женского, которое ее вгоняет, так сказать, в эту роль женщины-пилы, это ее собственное недовольство самой собой и обесценивание себя. И это такая очень сильная вещь, с которой достаточно сложно взаимодействовать внутри себя. И очень важно с этим разобраться, потому что она очень сильно отравляет жизнь. Например, бывает так, что женщина вроде как при видимых благоприятных условиях для жизни и в семье обстоятельства хорошо складываются, но в то же время ей как будто бы все время чего-то не хватает, ей мало. Она как та старуха у разбитого корыта из сказки про золотую рыбку. И она ничего не может с этим сделать, потому что это как будто бы сильнее нее внутри. Чтобы изменить эту ситуацию, женщине очень важно, во-первых, заметить такой сценарий поведения свой собственный, ну что она занимается в течение дня многократно обесцениванием себя и всех вокруг, и начать останавливаться, то есть начать работать с собственным обесцениванием. Следующая внутренняя причина — это когда женщина может повторять какой-то родительский сценарий, который она видела, когда она росла, воспитывалась, как взаимодействовали родители между собой. И если она другого сценария не видела, то ей крайне сложно представить, что возможно общение как-то по-другому. Она может искренне верить в то, что это нормально. И при этом у мужчины, например, у него свой собственный сценарий, в котором он тоже рос. Если эти сценарии не совпадают, они могут очень сильно удивляться, почему она ведет себя так, а точно так же женщина может возмущаться, почему он так себя ведет, ведь должно быть по-другому. То есть есть как будто бы какой-то сюжет, как должно быть. И он не всегда позитивный, не всегда конструктивный. Это важно заметить и начать его постепенно менять. И в таких случаях я часто советую женщинам, например, начать пробовать замечать что-то хорошее в своем партнере и в его отношении к себе. То есть потихонечку перестраивать фокус внимания с негатива на позитив. Иногда такое задание очень удивляет женщин. Например, я даю задание писать дневник успехов моего мужа. То есть когда женщина прям вот усилием воли садится в конце дня и описывает, что хорошего. Вот прям нужно найти, что было хорошего. А хорошее всегда есть. Было сегодня, за сегодняшний день у меня в отношениях с моим партнером. Что хорошего он сделал. И таким образом постепенно, когда вы приучаете держать свой фокус внимания на хорошем, негатива становится меньше. Потому что, скорее всего, если вы знаете за собой привычку обесценивать себя и других, вы держите фокус внимания на негативе. Только на том, что было не так, как вам не понравилось, и как кто-то что-то сделал не так, как вам хотелось. Еще бывает, когда, будучи девочкой, когда еще женщина была девочкой, ей в семье тоже, в детстве, возможно, родители заложили такую идею о том, что мужчина для нее должен удовлетворять все ее потребности какие-то, служить, грубо говоря, инструментом для нее, обеспечивать как-то. И вот просто полностью быть для нее. Этому также способствуют многие сказки, на которых нас воспитывали. Поэтому женщина может как будто бы ожидать потом немного неестественных проявлений со стороны мужчин, что вот он будет всегда только так себя вести, и это норма. И в таких случаях я тоже советую сесть и проанализировать для себя, а как я отношусь к мужчинам. Вот можете просто сесть и выписать, например, что я думаю о мужчинах, что думали о мужчинах в моей семье, да, женщины, что я слышу там от подруг, от своего окружения. Просто такую собрать единую картину, чтобы посмотреть вообще, как вы видите мужчин в своем собственном, внутри себя. И очень часто, когда женщина это все выписывает, она прям вот наглядно видит эти, так сказать, пробелы, куда стоит обратить внимание. Не стоит исключать физиологические причины, которые могут быть вызваны именно состоянием здоровья. То есть это уже не относящиеся к сфере психологии, например, какие-то заболевания нервной системы или какие-то сбои на гормональном фоне. То есть если вы ощущаете очень резкие смены настроения, или когда там захлёстывают эмоции до такой степени, что невозможно ничего с этим сделать, ну то есть это можно оценить со стороны все-таки свое состояние и понять, это нахлынуло на меня что-то, да, волна там каких-то эмоций, или когда это прям невозможно с этим ничего сделать, и человек теряет как будто бы контакт с реальностью в этот момент, полностью поглощен этими чувствами, то я бы рекомендовала все-таки пройти обследование, в первую очередь сходить к невропатологу. Ну а теперь давайте поговорим, что делать с этим, да, чтобы не стать женщиной-пилой. Как мы уже выяснили, основная причина, с которой нужно работать только женщине самостоятельно, это внутренние причины. Ну если вы понимаете, что это внешние причины, то однозначно вы можете это устранить путем налаживания коммуникации с партнером. Как это сделать, я уже говорила в общих чертах. В принципе, очень много информации на эту тему, как правильно вести коммуникацию с партнером. А если же это внутренняя причина, то женщина, конечно, может сделать это только сама, потому что даже если она будет менять партнеров, все равно с ней ее внутреннее состояние остается, и этот багаж она носит с собой из отношения в отношение, то есть развод здесь не вариант. Если женщина категорически недовольна собой, то это, конечно же, ее внутреннее состояние, и это, как мы уже выяснили, состояние обесценивания. Откуда оно берется? Как правило, этому, опять же, образу поведения и образу мышления мы где-то научаемся. И научаемся мы в первую очередь в семье, в которой мы росли и воспитывались. В каждой семье есть какая-то определенная причина, почему был этот механизм использован. Но когда человек вырастает, проблема в том, что логика этого механизма, она теряется, а привычка так действовать, так вести себя и так себя ощущать, она остается. Что с этим делать? Что можно сделать с этим обесцениванием себя и других? Самая качественная работа будет с психологом, конечно же, потому что, во-первых, сложно иногда заметить этот механизм, как он включается на автомате. А во-вторых, так или иначе, в пространстве терапевта вам будет намного эффективнее и быстрее двигаться к другому своему мироощущению. Но кое-что вы точно можете начать делать уже сейчас. Например, вы можете для начала просто так продиагностировать себя на уровень обесценивания. Просто понаблюдать за собой, какие мысли в течение дня у вас крутятся в голове. И как вы к себе относитесь, как вы себя называете, как вы себя ведете по отношению к себе, прислушиваетесь ли вы к своим каким-то желаниям, потребностям или отмахиваетесь от них, хвалите ли вы себя или хотя бы не гнобите. И если вы начнете замечать за собой, что вы очень часто себя критикуете, обзываете, иногда прям мы сами к себе как-то неуважительно относимся, вслух бывают называемся какими-то нехорошими словами, то это точно повод, во-первых, заметить этот образ отношения с самой собой, то есть как вы строите эти отношения с самой собой. Во-вторых, останавливать себя. Прям вот вы замечаете и остановились. Замечаете и остановились. То есть это такой самый простой способ, который, он с одной стороны энергозатратный, потому что нужно быть достаточно долгое время в состоянии осознанности, то есть спрашивать себя, что я чувствую, как я отношусь. Но в то же время это не требует от вас никаких дополнительных усилий, кроме как наблюдения, анализа, что сейчас там со мной внутри происходит, как я к себе отношусь и стоп. Даже вот это действие, когда вы со стороны немного себя видите, говорите себе стоп, оно уже начнет вас потихонечку разъединять с этой стратегией обесценивания себя на ровном месте. И вы точно меньше начнете себя обесценивать. Это работает на 100%, можете брать этот инструмент. Ну и точно так же, как в случае с тем, чтобы заметить положительные черты и успехи своего мужа, своего мужчины, точно так же вы можете этот инструмент использовать по отношению к себе. Например, начать замечать, что хорошего вы сделали в течение дня, за что вы могли бы себя похвалить. И тоже хорошее такое есть упражнение, можете прямо сейчас взять лист бумаги и выписать 10 качеств своих или каких-то, ну не знаю, что-то, за что бы вы могли себя похвалить, чем бы вы могли гордиться и что ценного есть в вас. Просто попробовать написать хотя бы 10 пунктов, а лучше больше. На этом у меня все. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. И до новых встреч!